На минувшей неделе Китай отпраздновал приход нового 4719 года. Наступивший год чёрного водного тигра сходу принёс нам пачку новостей о китайских моделях. Это и обновки для Cherry Tiggo 8, сертификация кроссоверов Chanyang CS55 и Uni-K, долгожданный рестайлинг популярных Havail F7 и F7X и совсем уж неожиданный плод вечной дружбы КамАЗа с китайским Джаком. Ещё неизвестно, кого Россия примет теплее — электрический КамАЗ или первый за 20 лет пассажирский внедорожник от Isuzu. Зато очереди за новым Lexus LX выстроится наверняка, невзирая на цену. И точно не будет проблем со спросом ни у чернённой Lada Niva Travel, ни у грядущей рестайлинговой Lada Vesta. На российский рынок брутальных внедорожников выходит Isuzu MUX — родственник пикапа D-Max. Эпичность этой ситуации в том, что существующее с 2006 года российское представительство Isuzu, если не считать того самого пикапа, впервые осваивает сегмент пассажирских легковых автомобилей. MUX — это классический рамный гряземес с более чем 20-сантиметровым дорожным просветом, зависимой задней подвеской, жёстко подключаемым полным приводом, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Подобную технику японская фирма выпускает уже 40 лет, но в последние два десятилетия у российских дилеров таких Isuzu не было. Интересно, почему? Это хороший вопрос, и я не уверен, что знаю ответ. Думаю, трудность была в том, что в России нужен особенный продукт, и я настаивал, чтобы принять новый автомобиль только с трёхлитровым двигателем, иначе мы не попадём в рынок. Проектирование версии с этим двигателем специально для России потребовало времени. В родном Таиланде у внедорожника есть мотор 1.9, но для России главным и единственным выбран трёхлитровый четырёхцилиндровый дизель заслуженной J-серии, которая восходит ещё к 80-м годам. У нас же мотор ставится не только на пикап D-Max, но и на коммерческую технику. Отсюда и межсервисный интервал 20 тысяч километров. Isuzu намерена стать лидером в сегменте, и при таком напоре логично спросить, не планирует ли собирать модель, например, на собственном заводе в Ульяновске. Я думаю, это возможно, но не сегодня. Мы должны быть уверены, что сможем продавать 7-8 тысяч автомобилей в год. И после этого мы рассмотрим возможность локального производства. Принципиально, мы не против локализации, например, мы выпускаем здесь коммерческие модели. А внедорожник, как продукт, даже лучше подходит России. Но нам нужен объём, чтобы оправдать затраты. Что же до модификаций, то их будет всего две. Обе — трёхрядные, семиместные и с безальтернативным шестиступенчатым автоматом i-Syn. Базовая комплектация Comfort включает тканевый салон и 7-дюймовую мультимедийку. А версия Premium Safety — это кожаная отделка с электроприводом водительского сиденья, 9-дюймовая мультимедия и довольно продвинутый комплекс электронных помощников с адаптивным круизом и автоторможением. 1 марта Isuzu попадает в конкурентную среду, где уже есть другие внедорожники, родственные пикапом. Это Toyota Fortuner и Hilux, Mitsubishi Pajero Sport и L200 и с натяжкой HVLH9 и Great Wall Pour. Чем крыть — ценой. Обе комплектации Isuzu должны быть дешевле 4 млн. рублей. Продолжим тему японских внедорожников. Но перед тем, как раскрывать рублёвые цены Lexus LX, уделим внимание родственной ему Toyota Land Cruiser 300. Официально крузак стоит от 6 до 8 млн. рублей, но по всему миру за ним выстроились грандиозные очереди, поэтому дилеры не стесняются отступать от рекомендованных цен. В России самые простые трёхсотки уходят клиентам по 9-10 млн. рублей, а хорошо упакованные — аж по 12 млн. и ведь действительно уходят, не застаиваются. Вот что значит магия бренда. За сколько тогда будут отдавать Lexus LX? 300-сильный дизельный вариант по прайсу стоит 8,5 млн. рублей. Так что, скорее всего, в реальной жизни за флагман японского бренда попросят от 12 до 15 млн. При этом Lexus хочет продавать не просто автомобиль, а образ жизни. Все покупатели LX-ов получат персональный доступ к эксклюзивному сервису в престижных отелях, а также гольф и фитнес-клубах. В базовой комплектации Executive есть четырёхзонный климат-контроль, вентиляция передних кресел, светодиодные фары, электропривод пятой двери, камеры кругового обзора и 20-дюймовые колёса. Бензиновой машине вдобавок полагаются блокировки переднего и заднего дифференциалов, а у дизельной их почему-то нет. Кроме того, для дизельных Lexus нельзя заказать трёхрядный салон. Но, как уверяет представительство, это временное явление. В свою очередь, роскошное исполнение VIP лишено дизеля из имиджевых соображений. Здесь раздельные кресла второго ряда, улучшенная вентиляция салона плюс дополнительные мониторы для задних пассажиров. У всех LX-ов есть гидропневматическая подвеска с регулировкой клиренса и адаптивные амортизаторы спереди и сзади. Оба мотора — битурбированные V-образные шестёрки. С ними состыкованы десятиступенчатые автоматы и постоянный полный привод. Ну а восьмицилиндровые моторы отправлены на вечный покой. В надёжности новых двигателей коробок японцы абсолютно уверены, ведь Lexus готов предоставить гарантию на семь лет или 160 тысяч километров пробега. Правда, это платная опция. От японских машин переходим к корейским. Флагманские Kia поставляются в Россию с 2012 года, но стабильности в названиях не достигли. Первое поколение у нас продавали как Kia Coris. Вторую генерацию мы знаем уже под американским именем K900. Однако в родной Корее седаны всегда назывались K9. И только с рестайлингом корейцы решились на унификацию. Российский офис Kia сообщает, что обновлённый седан уже сертифицирован. Внешность перекроена, хотя габариты прежние. В салоне обещана более современная мультимедиа. А вот из двух моторов останется один — V6 3.3 с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. От пятилитрового двигателя V8 корейцы отказались совсем. Цены мы узнаем к весне. Логично предположить, что, переименовав седаны K5 и K9, корейцы возьмутся за смену и других вывесок. А ещё вспомним Kia K8, который прошлой весной пришёл на смену неприметному седану Cadenza. Приземистый кузов Fastback, ромбовидные поворотники — похоже, дизайнерам марки дали carte blanche, чтобы те сотворили нечто неординарное. И запала хватило не только на внешность. В хай-течном салоне чувствуется почти премиум. Тут может быть кожана, понатуральный шпон и алюминий. В каждом переднем кресле по семь пневматических камер. Плюс дорогущая акустика, девять подушек безопасности и куча современных ассистентов. Платформа осталась прежней переднеприводной. Но моторы — свежей серии SmartStream. Притом со старшей V-образной шестёркой впервые доступен полный привод. Тем удивительнее, что дорогой седан на постсоветском пространстве вдруг предложен в Узбекистане. И, только не падайте, сходу с локальной сборкой на заводе ADM GZAK. И хотя Узбекистан курирует российское представительство Киа, самой России экстравагантная «восьмёрка» не обещана. Во всяком случае, выводить К8 на другие рынки СНГ официально не планируется. От корейцев к китайцам. Черри провела ревизию кроссовера TIG-8. Из нового — решётка, передний бампер, ходовые огни. Из двух силовых агрегатов останется один — это базовая полуторалитровая турбочетвёрка с шестиступенчатым преселективом и передним приводом. А двухлитровый турбомотор останется только у более дорогого TIG-8 Pro. Зато расширится оснащение. Впрочем, новые цены Черри раскроют позже. Марка Чанянь — большой и успешный на домашнем рынке автопроизводитель. Однако попытки покорить сердца россиян пока срываются. В начале десятых марка хотела зайти в Россию через компанию Irita. А в девятнадцатом году решили действовать сами, наняв опытного Сунь Цзэдзюня. Китайцы ценят его за продвижение бренда LeFan. Очевидно, последняя наступательная операция Чаняня провалилась из-за пандемии и кризиса микрочипов. Поэтому сейчас Марка готовит очередную атаку. Командовать наступлением будет новейший кроссовер CS55+, который должен привлечь покупателей ценой и любопытным дизайном. Салон обязан очаровать фанатов хай-тека. У китайских дизайнеров вышел эдакий Peugeot, но менее экстравагантный. А вот технически паркетник устроен просто — к полуторалитровому турбомотору прилагается семиступенчатый мокрый робот и только передний привод. Начало поставок модели CS55 запланировано на конец весны, а чуть раньше появится премиальный Чанянь Uni-K. В идеале он должен бросить вызов Lexus RX и Nissan Murano. Премиум-статус китайского новичка подчеркнут светодиодная оптика, выдвижные ручки и богато оформленный салон. Под капотом скрывается двухлитровая четвёрка, а пару этому движку составит восьмидиапазонный автомат и полный привод. Вот только цена, скорее всего, превысит три миллиона рублей. Бестселлерами марки Havail в России остаются две локализованные подтулы модели — F7 и F7X. За прошлый год на пару они нашли 23 тысячи покупателей. Плановый рестайлинг семейства даже задержался. Сертификационные снимки в Китае показывали ещё год назад. Но производство свежих кроссоверов началось только теперь. Причём именно в России. Ведь сами китайцы на минувшей неделе, праздновавшие наступление 4719 года имени Чёрного водного тигра, поставить на конвейер обновлённой F-ки пока не успели. А вот российский офис Havail рапортует, что готов начать продажи машин уже в феврале. По сути, модернизация вышла скромной. Нетрудно заметить лишь расширенную решётку радиатора, до бампер с характерными клыками и новыми противотуманками. Задний бампер получил вертикальные вставки и имитацию диффузора внизу. В палитре цветов появился красный. В салоне прописалась свежая мультимедиа с широкоформатным экраном на 12,3 дюйма. Плюс пересмотрены комплектации. Увеличен бачок стеклоомывателя, добавлены иные варианты отделки, внедрён полный обогрев лобового стекла и электронная система предотвращения столкновений на перекрёстках. Следующая новость о русско-китайской дружбе. Когда КАМАЗ предъявил публике электромобиль КАМА-1, многие воскликнули — вот она, современная реинкарнация АКИ. Вот только первоначальному проекту придётся здорово трансформироваться, а может вообще оказаться копией китайского автомобиля. Как известно, электрическую КАМУ-1 разработал петербургский политех. Однако заднеприводная трёхдверка пришлась не ко двору, поэтому концепцию легковушки для такси и каршеринга пришлось поменять. Фактически сейчас стоит задача создать совсем другую машину — переднеприводную, более мощную и пятидверную. Под легковую модель выделят производство за пределами КАМАЗа. Для выпуска электромобилей на территории нет ни лишних мощностей, ни персонала. При том начать сборку КАМУ-1 планируется не позднее 25-го года. Это рекордно короткий срок, в который даже купив готовую силовую установку уложиться почти невозможно. Если, конечно, не схитрить. Как сообщает российская газета, в «Набережных челнах» раздумывают над тем, чтобы взять за основу китайский Си Хао И-10Х. Его выпускает совместное предприятие «Джак Фольксваген», а с «Джаком» российский производитель грузовиков дружит. Так, новый среднетоннажник КАМАЗ Компас по факту представляет собой перелицованный бескапотник марки «Джак». В ближайшее время КАМАЗ начнёт сварку и сборку «Джаковских кабин», а также расширит гамму новыми версиями. Что касается легковушки Си Хао, то это компактная пятидверка сантиметров на 15 длиннее «Матиза». В Китае для неё предлагаются моторы на 40 и 60 сил, а также три варианта аккумуляторов. На одной зарядке китайский малыш может преодолеть от 150 до 300 километров. Притом стартовая цена модели — приемлемые полмиллиона российских рублей. В любом случае, КАМАЗ хочет выпускать электромобиль не только для России, но и для Европы. Маленький электромобильный заводик мощностью 30 тысяч машин ежегодно планируется основать в Венгрии. А закончим эту программу нержавеющей темой «Лады». «АвтоВАЗ» решает проблему с плясовым проводом стартера, из-за которой сгорели несколько новеньких «НИФ». Ошибку выявили оперативно, однако на выдачу товарных машин клиентам наложен запрет. В итоге на складах томятся 2700 автомобилей. И сейчас дилерам предстоит исправить ошибку сборщиков. Другая новость со знаком «плюс» — появление чёрной версии «Тревела». Такая «Нива» имеет тёмные корпуса зеркал, расширители колёсных арок, а также вставки на бамперах. В салоне оригинальная обивка сидений, чёрный потолок и штатные текстильные коврики. На этом перечень особенностей версии «Блэк» завершён. Цена 937 тысяч рублей, то есть на 36 тысяч дороже исходной версии «Комфорт». 13 мая на «Смоленском кольце» стартует сезон российской серии кольцевых гонок. А сейчас на «Сочи-автодроме» прошли учебно-тренировочные сборы лицензированных пилотов Российской автомобильной федерации. Команда «Лада Спорт Роснефть» привезла на них рестайлинговую «Весту» в гоночном исполнении TCR, разумеется. Правда, машина плотно заклеена камуфляжем, поэтому рассмотреть детали почти невозможно. Зато теперь мы знаем, что премьеру гражданской «Весты» проведут не позднее мая. По нашей информации, «ВАЗовцы» заняты сейчас доводкой электрической части. Вообще, корпоративная стратегия под названием «Ренолюшн», представленная годом ранее твёрдо требовала от марки «Лада» до 2025 года перевести все модели на платформу Альянса Рено-Ниссан. Из этого следовало, что выпуск нынешней «Весты» будет прекращён. Что косвенно подтверждали «ВАЗовцы». Однако вскоре сменили риторику. Модель может и должна жить дольше. И вот, как сообщает портал «Дром», решение принято. «Веста» будет выпускаться до 28-го года включительно.